Медицинская справка для водителя – один из важнейших документов. Без нее нельзя получить допуск к обучению в автошколе и, соответственно, получить права. Артем учится на категорию «Б». Ему необходимо посетить всего четырех специалистов. На все ушло менее часа. Очень удобно, дешево. Все в одном помещении. Проходят быстро. Врачи очень доброжелательны. Как показала статистика января, за день медосмотр проходит от 40 до 60 человек. Количество специалистов и время приема зависит от вида справки. Результаты анализов готовы уже на следующий день. Ранее осмотры проводились в поликлиническом отделении в районной скорой помощи. Но теперь специалисты переехали в основное здание. По просьбе населения мы переехали вот сюда. Здесь более расширенные коридоры. И оттуда надо было ездить на флюорографии, стоматологический кабинет. Сейчас здесь все это оборудовано. То есть человек, приходя сюда, не надо никуда ему выходить за рамки нашего учреждения, проходит медосмотр. И все виды медицинского оборудования у нас имеются согласно этим приказам. Все начинается именно с регистратуры. Это регистратура на третьем этаже, отдельная регистратура платных услуг. То есть здесь человек заключает договор с нами на медуслуги, которые ему необходимы. Либо это медосмотры, либо это прохождение на водительские справки, на справки оружия, устройство на работу. Здесь он все оплачивает. Ему прописывают ряд специалистов, которых нужно пройти для медосмотра. И он путешествует по нашему третьему этажу. Привлекают и цены. Они чуть ли не в два раза ниже, чем в частных клиниках. Принимается как наличный расчет через терминал, так и оплата с помощью пластиковой карты. Медицинский осмотр можно пройти с 8 утра до 4 дня в рабочие дни. График гибкий и в каждом кабинете работает по два специалиста. Поэтому очередей практически не бывает. В планах поликлинического отделения также приобрести новый пирометр, обустроить кабинет аудиометрии для более точных исследований. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.